Его крохотные передние ножки шагали так, как будто отобнимал каждый сантиметр своей дороги. Маленькие букашки ползли мимо, и этот брошенный всеми философ, рассматривал их очень тщательно, ведь он был ближе к земле, чем любой другой кот. Но вот из дома вышла женщина. Она ахнула, подхватила серого гостя и унесла в дом. Спасительница накормила и помыла его, желая оставить в этом доме навсегда. Котенку нравилась эта добрая женщина, но он видел, что через несколько дней она стала совсем грустной. Ветеринар сказал, что в домашних условиях ножки котенка исправить невозможно. Тогда женщина привезла малыша в группу помощи, котятам Китти Китти Рескью. Там взялись ему помочь, ведь скутер имел потрясающую волю к жизни. Несмотря на сильную инфекцию глаз и генетическую мутацию, сделавшую мышцы его лапок слишком короткими, он радовался всему, что с ним происходило. На данный момент план его лечения таков, необходимо начать физическую терапию, постепенно растягивая и меняя положение стоп, заставляя их привыкнуть к новому положению. Следующим шагом будет сложная операция, которую пока делать нельзя, в силу его малого возраста, рассказал врач спасательной организации. А пока котенка взяла на попечение семья волонтеров, присоединив малыша к потомству своей кошки Эвери. Ее четверо младенцев на целый месяц младше скутера, но по размеру они практически одинаковые. Правда за последние две недели скутер приблизил свой вес к норме, но он все еще оставался очень маленьким. Названные братья и сестры любят его, и он не чувствует себя одиноким. Малыш принимает антибиотики, а в промежутках между терапевтическими процедурами бегает по дому и двору, по-прежнему обнимая землю и интересуясь микромиром. Только теперь он обнимает не только ее, маленькое сердечко котенка любит своих спасателей, и все время награждает их теплым мурчанием, и искренней кошачьей благодарностью. Ведь его лапки будто специально созданы для обнимашек.